Уважаемые коллеги, добрый день. Приветствую всех участников нашего заседания, который Российской Федерации кандидатуры на должность министра иностранных дел. Второй статьей Конституции Российской Федерации Министра иностранных дел Российской Федерации. Кандидатуру президента. Прошу поддержать. Человек известный хорошо не только в России, но известный и уважаемый за рубежом. И это очень важно, особенно в нынешнее время, когда мы переживаем такой непростой период. Это подтверждение преемственности нашей внешней политики, утвержденной стратегией внешней политики, утвержденной президентом. Это подтверждение преемственности того, что Россия проводила и будет проводить независимую внешнюю политику, что сегодня мы рады тому, что Россия является лидером движения к многополярному миру. Это, конечно же, во многом заслуга Министерства иностранных дел, лично министра. И в такое время очень важно, чтобы во главе нашего мощного Министерства иностранных дел стоял многоопытный, проверенный, надежный человек и вот такой настоящий патриот. Сергея Викторовича Боброва, я просил бы членов комитета... Даже если бы нас сейчас они пригласили, нас приглашают, даже если бы вот сразу пригласили, нас приглашают все равно на обсуждение только формулы Зеленского. Все имевшиеся до этого инициативы, как заявил, кстати сказать, Буррель на днях, а инициативы были китайская, юаровская, бразильская, у Лиги арабских государств, которые приезжали к нам в Москву вскоре после начала специальной военной операции, у них у всех есть инициатива. У китайцев самые всеобъемлющие, нацеленные на то, чтобы сначала рассмотреть первопричины и работать над их устранением. У остальных упорно гуманитарные аспекты, обмен пленными, телами, доступ к гуманитарным организациям, но Буррель сказал, что вот мы готовимся к конференции в Женеве, это будет посвящено, это мероприятие формуле Зеленского, все остальные инициативы исчезли, он сказал. Решали опять-таки за всех остальных. Поэтому, если Запад хочет биться на поле боя, как они говорят, пожалуйста. Финский президент вновь тут на днях высказался в этом плане, что швейцарская конференция, это говорит, важно, но надо победить Россию в войне, ослабить ее, чтобы она больше не представляла угрозу. Ну, вы знаете, эти вот страшилки, которые они напридумывали, постоянно их тиражируют. Но наша готовность к переговорам, она не только каждый раз, когда президент этой темы касается украинской, подтверждается им лично на высшем уровне и объясняет, на какой основе мы будем готовы это делать, на основе признания всеми реальностей, которые сложились. Швейцарии как место проведения мирных переговоров уже не очень годится. Раньше Швейцария действительно была нейтральной стороной, и на ее территории, так же, как на территории других нейтралов, Австрии, Финляндии, Швеции проводились различные конференции, поскольку эта нейтральная площадка была комфортна всем. Сейчас Швейцария однозначно встала на сторону Украины, причем не просто поддерживает все западные санкции, а по каким-то вопросам даже выступает лидер. У нас это дело правое, и если хотят на поле боя, будет на поле боя. Посмотрите, как они сейчас запричитали по поводу устойчивого, широкого продвижения наших вооруженных сил. Гораздо раньше нынешней украинской ситуации швейцарии...